В 2021 году глобальные рынки акций демонстрируют уверенный рост, а инвесторы продолжают вкладывать больше денег в торгуемые на бирже фонды ETF, особенно те, которые привязаны к ведущим рыночным индексам. Другими словами, многие инвесторы по-прежнему делают ставки на передовые технологии, которые доминируют в составе S&P 500. И это несмотря на то, что огромное число активных трейдеров инвестируют в отдельные акции мэлов, такие как GameStop и AMC, а также в Bitcoin и Ethereum. Данные аналитической компании Finbolt и веб-сервиса ETF Database показали, что сумма активов в 10 крупнейших ETF выросла на конец апреля на 47,6%, с тех пор, как рынок достиг своей нижней точки в середине марта прошлого года. Три из четырех крупнейших ETF – это пассивные фонды S&P 500 и семейство биржевых фондов SPDR, State Street, iShares и Vanguard от BlackRock. И это означает, что все больше инвесторов вкладываются в торговлю акциями таких компаний, как Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft и Tesla. Эти семь технологических фирм составляют почти 25% стоимости всего индекса S&P 500. Шесть из оставшихся десяти ETF отслеживают другие основные рыночные бенчмарки, такие как Nasdaq 100. Но инвесторы не просто покупают ETF на индексы широкого рынка. Многие также инвестируют свои средства в нишевые секторы, особенно те, которые подвержены растущему экономическому восстановлению, так как все больше людей во всем мире вакцинируются от коронавируса. Например, ETF, отслеживающий цены на перевозки сухих грузов, в этом году вырос более чем на 250%, поскольку мировая экономика приходит в норму. Также существует ETF туристических технологий. В этом году показатель вырос примерно на 15% и почти удвоился за последние 12 месяцев. При этом не все ETF работают пассивно. Растет спрос на так называемый активный ETF, где управляющими фондами сами выбирают, что покупать. Компания Alger недавно объявила о запуске фонда, который будет сосредоточен на 35 акциях. По мнению аналитиков, эти бумаги являются лучшими инвестиционными идеями на рынке. ETF будет отражать аналогичный биржевой инвестиционный фонд, который есть у компании. В число ведущих акций входят технологические гиганты, такие как Amazon и Alphabet, а также более разнообразный набор бумаг, среди которых US Foods, Shopify, PayPal, General Electric и другие. Индустрия ETF может получить еще больший импульс в будущем, если комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит предложения крупных фондовых компаний, таких как Fidelity, VanEck и First Trust, о запуске биткоин и других криптовалютных ETF. С вами была Надежда Фенько. Подробнее об этой новости читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы, применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео.